Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем проходить Райзен. В предыдущей серии мы вступили в ряды Дона Эстебана, теперь уже официально и являемся охотником в их всей этой сфере в банде. Не вот такие вот грузчики, как большинство у них там находящихся у нас, хорошая должность. Всего три охотника получается в их лагере, ну я по крайней мере знаю только двоих, Сэм и алкаш Луис, которые сидят там постоянно на болотах. Ну и мы третий. У нас как видите теперь уже и броня хорошая и я хотел бы сейчас ее уже испробовать на ком-нибудь не в дальнем бою ввязаться в схватку с ними, а в ближнем. Посмотреть на сколько прошибать будет. Так, с двумя разом драться мне б не хотелось, на самом деле. С одного удара его убил, ничего себе. Это все последствия того, что я прокачал себе и силу и меч. Пропустя, пропуская удары. Крысы они очень наглые, они как бы ударяют и тут же отскакивают. Их пробить сложно. Их хорошо бы на самом деле убивать, подперев к чему-нибудь, к какому-нибудь камню или еще чем-нибудь в таком роде кабаны. С ними нет смысла связываться, думаю. Так, а сейчас между тем уже вечереет. Я думаю, надо отправляться в дальний путь до храма поутру. А поэтому мы сейчас здесь заночуем на кровати. Этот мужик будет не против, я прям уверен. У нас с ним нормальные отношения. Тем более, что хижина такая. А заброшенная, можно сказать. Здесь воровать-то и нечего. Да и сам он нам говорил, зайди туда, поищи там какое-нибудь оружие. То есть он не против этого. Так, с кровати у него даже нет. Вот, настолько тут все плохо. Кровать точно, она немножко ниже там, где осталась наша подруга, которую мы спасли. Ну как спасли, то есть рассказали вот этому мужику, что она там, позаботься о ней и все в таком роде. Снова, наверное, через ферму у нас будет лежать путь. Не знаю, туда ли я иду. Ну вроде да, где-то на востоке. Ну а северо-востоке это... Вообще надо на вулкан ориентироваться. Если он называется вулканическая крепость. Или там крепость на вулкане, как-то так. То надо идти в сторону вулкана. Но я его пока что не вижу. Где он находится? Так, извиняюсь. Давайте тогда здесь заночуем. Здесь точно я знаю, что можно спать в этом хлеву. Мы уже спали. Конечно, здесь воняет соломой да свиным пометом, но ничего. До следующего утра поспим, ничего с нами не будет. На маяке гораздо лучше. Там спишь, там прям слышно прибой этот. Да и так вообще морской воздух свежий. Куда-то туда надо идти. А вообще туда дорога ведет. Если так посмотреть, прям прямой путь. Можно даже не скалолазить нигде. Можно выйти на дорогу и по ней выдвинуться. Это, наверное, вот эта дорожка. Нет, не в ту сторону. Как-то через юг аж придется большой путь такой проделать. Лишний. Но мы никуда не торопимся. Да ведь? Спокойная, хорошая музыка. Прекрасные пейзажи, красивые. Почему бы не погулять? Можно даже еще надавать по голове вот этим вот, чтобы они тут не летали. Я же охотник. Нет, положено охотиться. Опыт не нужен. Вообще не прорубает его. Про какой интересный удар быстрый мне говорил этот шелк. Теперь ты сможешь атаковать гораздо быстрее. Я как бы не ощутил сейчас. Чтоб я там быстрее стал бить как-то. После первого удара. Может быть не обратил внимания. Может и действительно так было. Но не чувствуется. И давайте эту тоже убьем. Чтоб вообще здесь путь был чистый. Потому что здесь и братья ходят эти. Воу-воу-воу-воу. Как он перемещается быстро, да? В обратную сторону расы. А вот, сейчас точно удар был. Прямо сразу видно было. Я только удар нанес. И он тут же прям начинает наносить второй. Да, все-таки прокачка чувствуется. Но сейчас это прям было видно. Очевидно. Так. Да, все верно. Красота. Ну, мне, наверное... Так, если здесь пойдем вниз, это мы к главному входу Харбортауна. Здесь это в обход, получается. Мне, наверное, через ту дорожку идти надо. Навесную. Здесь я уже перебил, помню. Жуков. Кучку. Мне, наверное, наверняка сюда, да? Ну-ка. А, нет. Это тоже куда-то в сторону портового. Так, значит, мне... Куда-то... Наверх. Сюда. Затем. Вот, наверное, мне скажет. Крепость в вулкане. Точно, вот туда мне нужно отправляться. О, храм. Эй. В этом районе пока опасно. Соблюдая осторожность. Спасибо. Я буду осторожен. Что? Можешь сам о себе позаботиться? Меня не волнует, что ты здесь делаешь или откуда ты. Меня волнует только безопасность. Что происходит между вами и Орденом? Не мое дело. Пока с тобой нет проблем, меня это не беспокоит. Так что пусть проблем не будет. Что ты знаешь об этой области? Этот лагерь Орден организовал для Инквизиции. Для чего этот лагерь? Все отряды доставляют сюда артефакты. Кроме того, лагерь охраняет эти руины. Одни расположены здесь, ниже фермы, а другие подальше. В руинах опасно? Какие-то твари выползают из руин и распространяются повсюду. Расскажи мне больше об этих руинах. Не могу, правда. Я ведь простой стражник. Если ты хочешь узнать больше, поговори с Северином. Самое главное, чтобы не упыри были. Вот упыри это действительно сложный соперник. Они и магией бьют, и физически бьют. У них сразу же двойной удар. Ух ты, эти летают букашки. Что, заглянем в храм? Поглядим, как у них тут все устроено. Ну, с богом. Тут не помешало бы факел взять в руки. Ни черта не видно. Опять кнопка, которую надо с помощью... Что это было вообще? Вот это я неосторожно. Меня что? Ловушка какая-то, да, походу? Загасила. Это хорошо есть автосохранение перед входом? Это было вообще внезапно. Так получается, я сейчас могу с помощью телекинеза выманить эту тварь и ее этим штыком убьет. Давайте попробуем. Если у меня телекинез, конечно, есть. Увы. Телекинеза не имеется. Что же меня здесь прикончило? Я не вижу никаких ловушек там нажимных класть. А, вон они, да, прям видно, в земле такие. Откуда ж таки вылазят? Ладно. Оставим это на потом. Может быть, у нас будет какая-то задача. Там, сюда прийти. Там какую-нибудь реликвию найти. Пока что нам не говорят, пора мы заходить. Не будем заходить. Жажда странствий. Это лично... Это опыт. Бесплатный опыт валяется. Растет. Черт возьми. Уже сзади. Опасная тварь. Надо к стражнику подойти, думаю. Он нам поможет. Давайте, давайте. Я с тобой. Во. Все, выманили его. Пускай он дерется. В принципе, для этого он здесь и стоит. Я не буду атаковать, дабы стражника ненароком не ударить. Потому что здесь атаковать своего, это проще простого. Начинается серия ударов комбо, которую невозможно никак остановить. В итоге, вот эти вот безмозглые ребята сами под удар лезут. А потом начинают на тебя кидаться, мол, ты меня ударил. Хотя, ну, никто их не просил это делать. Лезть. На рожон. Ты еще и не один. Опс, пропустил. Да сколько ты делаешь ударов? Три, что ли? Тварь ты такая. Ну, мой доспех вообще прокусить новый не может. А поэтому это даже теперь уже не соперники для меня. Все проще и проще. А здесь красиво. Лес прекрасный. Ну, мне надо не сюда, я так понимаю. Он туда наверх. Я уже вижу этот храм. Вон он находится. Высится здесь. Не знаю, спешить в него пока что мне не хочется. Я уже сколько без боев был. Все-таки квесты выполнял. Принеси, подай, запугай, отбери. Поговори. Хоть побоевать маленько. Так, тут тренируются монахи. Интересно, меня сейчас упекут в храм прямо отсюда? Или я должен подойти? Поздравляю! Эй, ты послушник, верно? Пока что да. А что, что-то изменится? Совсем скоро. Это мое последнее испытание. Как только я принесу травы для мастера Абракса, я стану магом. Кто такой мастер Абракс? Мастер там, наверху, в монастыре. Очень умный. Его испытание последнее, которое мне осталось пройти. По крайней мере, всегда известно, где его искать. Где? В лаборатории. Он оттуда почти никогда не выходит. Честно говоря, я думаю, что у него не все в порядке с головой. И какое у тебя испытание? Я должен собрать для него разные травы. Здесь, в лесу. Помощь нужна? Нет, я должен сделать это самостоятельно. Все равно спасибо за предложение. Ну и, слава богу. Мне собирательские квесты-то особо не нужны. Привет. Ты направляешься в монастырь? Ну да. Пожалуй. Что ты здесь делаешь? Собираю растения. Но мне нужна помощь. Что-то пошло не так. А вот этот хочет меня подвести под такой квест, да? Тебе нужно помочь со сбором растений? Ну, вообще-то я не собирался просить помощи. Это испытание мастера Абракса. И он не одобрит этого. Но дело не в растениях. С этим мне помогал Крейбан. Никому не говори о том, что я тебе сказал. А сейчас Крейбан пропал. Крейбан. Надо найти его, значит. Что? Ты что? Еще чуть-чуть у меня бы, да, сейчас ударил. Так, это у нас свинопаз. Дерри. Эй, хочешь на свиней посмотреть? Что здесь происходит? У нас тут повсюду летает могильная моль. Я со свиней глаз не свожу. Могильная моль ест свиней? Если она достаточно голодна, она жрет все. А свиньи не в состоянии защитить сами себя. Я разберусь с могильной молью. Спасибо. Я знаю, что они грязные. Но, понимаешь, у этих свиней есть индивидуальность. И мне не хочется их терять. Так, мы моль, да, должны перебить. Я там видел в небе стаю птиц. Смотрите, вон летит. Я впервые ее заметил. Я думал, здесь вообще птиц не бывает. А там ничего, сколько их. Классно вообще. Свиня так воркается смешно. Харюшка. Ну что, давайте разбираться с могильной молью. У меня есть арбалет для таких дел. Чтоб издалека ее перебить. Да, остановитесь вы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Берегись! Обожи. Берегись! А ничего я рубиться-то как стал. Вы посмотрите только. Я вообще опасный теперь. Я почти даже не защищался сейчас. А все благодаря тому, что я гораздо быстрее атакую. У них нет возможности даже меня ударить. Они не успевают это сделать, так как получают удары. Вообще мне понравилось. Ну-ка. Еще раз меч достанем. Много-много у вас тут страшные-страшные. Так. Тихо. Вон они не... Перестараться. Не переоценить свои силы. Еще две штуки. Еще одна. Вон она, я ее уже вижу. Надо трофеечки собирать. На продажу все пойдет. Золотишко нам пригодится. Иди сюда, мерзкая тварь. Последний удар был эффектный. Сбоку. Она аж перекрутилась вся. Вообще без каких-либо проблем справился с этим заданием. Моль теперь для меня тоже уже не противник. Может быть я даже с упырями теперь смогу драться как-то на равных. Все могильные моли мертвы. Это здорово. Свиньи будут счастливы. Кстати, я Дерри. Дерри. Свинопас. Это я. Вот. Возьми эти монеты. Свиньи говорят тебе спасибо. Ну здесь люди хоть при деньгах. Сразу же платят. В отличие от того же лагеря. Где собственную награду еще надо выбивать каким-то образом. Чуть ли не силой забирать собственные деньги. Так, мотыга. У вас тут ничего не лежит такого интересного. Водичка. И я уже вижу мясцо. Все равно оно здесь пропадет, согласитесь. Мухи уже летают. Поэтому нам будет полезнее. С камьям. Опять же, поворовать, наверное, можно сейчас будет. Сундук какой-нибудь есть. Вон оно. Сундучок. Бежит, бежит. Ты. Тебе же лучше, если ты не грабитель или бродяга. Я посланник Дона Эстебана. Ха. Неужели? Не думал, что люди Дона странствуют поодиночке. Вы же охотитесь стаями. Я Северин. Это ферма под моим руководством. Держись подальше от домов и не расспрашивай моих людей. Запомни это, и мы прекрасно поладим. Полезная информация. Много ли руин вокруг? Здесь их две. Обе были исследованы моими людьми. Мы забрали все, что могли. В руинах, что повыше, погиб хороший человек. Ужасное место. Не приближайся к ним. Удалось найти какие-нибудь артефакты в развалинах? Мы собираемся отправить ящики в монастырь. Здесь мы с руинами закончили. Я не стану больше рисковать своими людьми ради пары кубков. Кроме того, люди нужны мне здесь для охраны, пока эти вороватые карлы бродят повсюду. Но если ты хочешь взглянуть на руины, дело твое. В смысле вороватые карлы? У вас проблемы с карлами? Эти коротышки способны даже снять с человека доспехи, пока он спит. Ты видел, как они одеты? Вся одежда расшита карманами. И все карманы набиты до отказа. Они живут для того, чтобы грабить. Эта ферма у нас работает промежуточным лагерем, где мы собираем все, что находим при исследовании руин. Инквизитор сдерет с меня шкуру, если я позволю Карлам все разворовать. Давайте перебьем их. Я же смогу это сделать все. Может, я вам помогу справиться с Карлами? Охотно приму любую помощь. На севере лагерь у группы Карлов. Если ты разделаешься с ними, это будет отличная помощь. Попробуем. Задание только до... Хорошо. Я разберусь с Карлами. Это мне нравится. Ты человек действия. И следи за своими карманами. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как они туда заберутся. Во. Вороватые Карлы. Первая задача, да, у нас тут уже. От такого высокопоставленного... Ты что-нибудь знаешь о других руинах на этом острове? Они прорастают, словно сорняки. Мне приказали отправить другую группу на запад, чтобы добыть артефакты и там. Рудольф и его ребята. Но от них уже давно не было вестей. Я даже не знаю, живы ли они еще. Рудольф мертв. Хотел бы я знать, чем так важны эти руины. Впрочем, мы следуем нашим приказам. Не прикидывайся наивным. Я убежден, что Дон приложил к этому свою руку. Что-то витает в воздухе. Скоро нам понадобится каждый крепкий мужчина. Я это чувствую. Сами убили этого Рудольфа. И сейчас ему такие... С таким... С кислой миной. Типа мы так сожалеем об этом. Рудольф мертв. Что ты сюда таскаешь? Это склад у вас тут? Вон! Ой-ой-ой. Да, вали отсюда. А там ничего себе сколько у них сундуков стоит. Я бы это обокрал. Он говорит, где-то на севере эти коровы обосновались. Ну, если идти на север, то мы придем уже... Так, факел. Мы придем прямиком к храму. Вот он. Может быть здесь коровы бегают? А, ну, кстати, точно вон они. Что, давайте сражаться с ними. Первого мы... Пытаемся так завалить. Какая муха тебя укусила? Есть. Ого, они швыряются еще всякой гадостью. Смотрите, бананы какие-то. Что там летит от них? Я понять не могу. Ты тварь! Короче. Еще и на упреждение швыряют. Они-то не простые враги. Я это знаю. Смотрите, они в окружение сразу берут. Три с шести... А, ну, всего шесть. Последний. Засранец. Все. Триста опыта дали. Ну, это было не сложно, на самом деле. Сабли какие-то. Всякий мусор с них. Сейчас понасобираем еще вдобавок. О, мешки. Нам же точно нужно мешки собирать. Для кузнеца. В городе. Крыса что, трупы ест, что ли? Я понятен могу. О-о-о. Откуда ты взялась? О-о-о. А-а-а. Тварь. А где остальные мешки? Непонятно, почему только... Наверное, с вожака, с какого-нибудь только мешок берется. 15 лагерей карлов, наверное, по всему острову разбросано. И со всех них можно по одному только брать. Ну, у меня такое предположение почему-то. Теперь тебе будет спокойнее. Я разобрался с теми Карлами. Одной проблемой меньше. Прими мою благодарность. Поговори о вознаграждении с Рубеном. Рубен? Рубен, Рубен. А кто такой Рубен? В смысле? Тихо, стой. Мне больше нечего тебе сказать. Может быть, Рубен это где-то в храме находится? Ну, явно не вот эти вот, да? Вознаграждением они не будут владеть. Ну, да, наверное, в храме. Странно, что он не сам мне дал деньги. Думаю, у него они имеются 100%. Справимся с Кабаном? Ох, как он сможет. И я аж это... Он даже сквозь щит прошибает. Мощь, мощь. Ничего не скажешь. Интересно, что это сейчас было там под нами? Какие-то крепости. Я там, по-моему, не проходил даже. Незнакомые какие-то места. У каждого лагеря карлов есть сундук. Лучше начать сначала. Еще и закрытый. Не очень понятно. Да. Малый сапфир, растения маны и золото. Нормально. Тем более, что карлы эти никакого мне, в принципе, труда не ставили убить их. Волки. Ненавижу стаи волков. Сейчас опять окружать начнут меня. О, заметили. Уже в окружение берут. Надо по одному выманивать за собой. И давать им с боков себя обойти. Пропустил удар. О, окружает, окружает, окружает. Да не надо идти. Я и сам справлюсь. О, окружает. О, окружает. Что за спиной прибежал, тварь? Собака такая мерзкая. Где-то еще один труп Охоту бы выучили Если бы мы разделку Могли бы сейчас и шкуры с них поиметь Волчи Но мне это не надо Опыт важнее Вот у меня золото вроде есть Даже много золота На то чтобы прокачаться сейчас Но не хватает очков опыта Для того чтобы Налог какой-либо себе повысить Все красное Типа вам не хватает Не хватает А что здесь Что-то лежит Так я думаю здесь надо сохраниться Кстати я видел У меня есть свиток левитации Может его использовать здесь А можно оттуда спрыгнуть Сверху да как-то зайти В обход Ну-ка Попробуем Откуда-то отсюда забраться И даже прыгать не нужно Потому что я бы явно Наверное здесь не допрыгнул Ржавый двуручный меч Крысы Ну что крысы Готовы биться со мной За сундук Это она меня вовремя Подловила Конечно Жало Хлеб Так Фигня Можно сказать Бесполезная А вы что охраняете А вон сундук да лежит в воде Или это не сундук С молью все проще и проще Стало справляться Как-то не знаю Они мне даже не могут Ни единой единички урона нанести Умирают раньше Слишком быстро я рублю И слишком много теперь урона наношу Для них Фу Это еще что за гадость такая Какой-то новый враг Боевой сверчок Интересно что он на себя представляет Он сильный Смотрите мощный какой Вообще урон Непрошибаемый Так С ним надо осторожней Это благо у меня доспех Если бы я в своем старом был Я бы уже давно Трупы здесь был Тысячу за доспех отдал Но пока что он оправдывает Свои уважения Слушайте А дела совсем плохи Может я даже не справлюсь с ним Надо больше защищаться Зря я лезу На рожон Тоже блок ставит Хоть как по два удара Надо наносить 140 Ну скажу я сложный соперник Сложный Эта пыльца Должна быть Дорогая Если учесть то Как его Сложно победить Что же он здесь охранял Такое Вход в храм Да А в те самые развалины Про которые они говорят Наверное Есть ли смысл Туда идти Я думаю Это потом сделаем А пока что Оооо Подсвечник Малый рубин Факел Целебное снадобье Стрела Дубина Ну все таки Не зря Я с этим сверчком Бодался Что то Что то Да поимел Так Надо на пол Смотреть На ловушки Карлы Это не враги Это слабаки Да Они вообще Мне не противник Так И что у вас здесь Хранится Никаких тут Ловушек Нет Есть Есть Однако А что Я завис Или что это происходит А Меня раздавило Понятно Ну Сюда значит Мне рано идти Да Смысла нет Будем знать Так Ну тогда и с Карлами С этими Смысла нет Сейчас сражаться Даже Время На них Только Тратить Значит Сюда Как то По квесту Возможно Надо будет Приходить Потом Уже После И Задача Буду там Храм обворовать Или еще Что нибудь Пока 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 что Мне Мне Надо Идти Прямиком До Храма В той Палатке Тоже Что-то Есть Я сейчас Пока До Храма Дойду Я здесь Все Обследую Мне кажется Обшманать Надо Давайте Их Расстреляем Издалека А вот Птиц Проще Всего С арбалета Они Медленно Ходят Вот Сейчас Она Не сможет Оббегать А Поэтому Она Уже Обречена В палатке Явно Что-то Имеется Полезное Недаром Сюда Поставили Врагов Нам Охранять Точно Сундучок Еще Закрытый Вот Рецепт Приготовления Рассказать Шутку Стрелы И Золото Нормально Рассказать Шутку Особенно Хорошее Заклинание Мне Мне Оно Понравилось Обворовать Вообще Проще Простого С помощью нее Ну И Вообще Если Мы Кого-то Обворовали Нас Увидели Может Легко Забыть Об этом Достаточно Шуточку Сказать Не Вовремя Для Чего Здесь Эта Крыса Стояла Я Думал Что-нибудь Может Охраняет Хотя Б Какой Стебелечек Здоровья Трава Какая Нибудь Там Полезная Окружают Твари Все Надо в атаку Ити И вообще Не давать Им Против них Самая Лучшая Защита Это Действительно Нападение Бить Бить И бить Без Остановки Вот это Что такое Звук Могильный Да Это Храм Наверное Очередной Здесь был Либо Только Поднимается Хотя Если смотреть По роликам Эти храмы Очень быстро Поднимались Из земли То есть Не как-то Плавно Там Росли Как Грибы А прям Резко Раз И Образовались Ооо Только не вы С ними По одному Надо сражаться Хотя По одной Сейчас Застрелить Во С другой Уже Справимся Ах У вас Две Все Прошел Гладко В повозке Что-то Явно Имеется Нормально Восстановление Здоровья Покойся С миром Да здесь Целый Могильник Еще Оо Волки Ты один Ржавый меч Малый щит И ром Да Ограбили мы Фу Какая вонь Представляетесь Что-то гниет Какое-то Мясо Там уже Сгнившее Падаль Мухи летают Целым Роем Еще Еще и в такую Жару Там наверняка Сейчас Стоять Пройти В наш Рядом С этим Всем Делом Ну Здравствуй Пташка Что у вас Сохраняется Здесь Карлы Нам говорили В голову Им надо мутиться То он что Киркой кидается Что-ли Короче Давай драться Два из трех Это опять задание Какое-то Да Наверное Выполнено опасное Чудовище Брина Ну Раньше Времени Значит Мы Кого-то Здесь Убили Ну Хорошо Что Здесь Это Предусмотрено Хотя Что Если Мы Как-то Раньше Время 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 Пошли Не Не Тем Стопам Не Как Запланировано Было То есть Сначала Выполнили Задание А потом Взяли Задачу Она Хоть Тут Выполняется Это Это Превосходно О Максимум Маны Ну Это Мне Не Надо У меня Кольцо На Максимум Жизни Плюс 10 К здоровью К Общему Запасу Для Меня Это Более Важно Как Для Война Тем Временем Мы Дошли До Храма Ну Что В Храм Наш Путь Был Такой Можно Сказать Нелегкий Но Прикольный Приключенческий Повоевали Задачи Даже Повыполняли А Уже В Сам Храм Я Думаю Мы В Следующей Серии Зайдем Посмотрим Как Там Внутри Что У нас Будет Ждать Какие Новые Квесты Новые Приключения Какие Новые Задачи В общем Поживем Увидим Если Вам Понравилось Видео Не забудьте Поддержать Меня Пальцем Вверх Также Прокомментировать Видео И подпишитесь На канал Если Вы Еще Этого Не Сделали А Также Рекомендую Посетить Мою Онлайн Игру Dark Wars Ссылка В Описании С Вами Был Дени Марс И До Новых Встреч